Да, да, сейчас видно, да. Хорошо. Хорошо, я перейду на это, сразу на цель. Я вопрос задам. У меня началось... Сначала скажи, я скажу, что у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не, не, я наоборот, чтоб все слышал, я хотел. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Да, у меня такое уныние, я чувствую себя интересно. Надоело все. А вы пьете? Вы пиваете что-то алкогольное? Я чувствовал, что их все было в тюрьме, и может там я могу защищать христианам и человекам. Ну вы же в прошлый раз разговаривали, вы что-то рисуете? Да, ну я решил, что оставлюсь рисовать иконы, потому что это через ад я перехожу. Я решил, что оставлюсь рисовать. Это нелегко. А вы сейчас... Рисовать, просто пейзаж рисовать, это удовольствие. А иконы, это через ад я перехожу, и я решил, что оставлюсь. Очень трудно. Я спрошу вас, вы сейчас вино какое-то пьете или что-то еще? Нет, сейчас нет. Так, да, пьем. А когда вы в прошлый раз выпивали? Ну, где-то 30 назад. А вино нужно? А с какой целью вы пьете-то? Для чего? Просто густое вино. Но вы знаете, Евангелие написано, в слове Божьем написано, пьяница царствие Божие не наследует. Это опасно очень. Да, я это знаю. Как молодой, здоровый человек интерес к жизни потерял. Я могу тебе совет дать какой, но его не выполнить? Я выпаду, если смогу. У меня такие люди были, которые, он запился совсем, но он состоял в нашей общине. Я ему сказал, все, оставляй, переходи ко мне жить. В этой комнате, где я нахожусь. Со мной вместе вставать утром на молитву, днем уходишь на работу. Он работает на заводе. Придешь, дальше опять со мной все вместе. Он неделю пробыл, а днем все ушло. Да, это я хотел, вот это, что вы это сказали, это хорошо. Но я хочу, чтобы вы мне сказали, режим, как мне с утра начинать жизнь. Ну давай, слушай внимательно. Этот ролик я выставлю, может сегодня. И ты там заново прослушаешь. Мы встаем всегда одинаково, в 4 часа 40 минут. Ты готов на это? Я не могу быть без солнца уже 3 года. В 4.40, в том месте, где ты ешь, ты живешь, ночью в 4.40. Всегда, летом, зимой одинаково вставать. Не, я не зависим от алкоголя. Вы неправильно меня поднимаетесь. Ну как ты... Не надо, не надо. Теперь смотри, в 4.40 вставать. Сходи на двор, помойся, умойся и на молитву. У тебя кто-нибудь есть единомышленник там? Жена, дети, кто с тобой? Жена завтра приедет. Вот попроси, чтобы с тобой становились на молитву кто-то. Если никого нет, тогда один. Вот мы по скайпу ведем занятия. Ты с нами можешь, я тебе скину сейчас. Беспочная жена. Она всегда сопротивляется. Ты по скайпу знаешь, что мы молимся? Я знаю, что вы молитесь. Все молитесь. Да, и у нас по скайпу там бывают люди с разных стран. А Грузия-то для нас это родная страна. Ну я задам вопрос, можно? Давай. Вот Богу, я создан, выше создан я. Бог меня создал. Я не имею права, чтобы вести себя плохо. Что от меня Бог хочет? Вы можете это ответить? Он хочет от тебя, чтобы ты родился свыше и был движим и Духом Святым. В Боге жил, радовался. Тебе сколько лет-то? Тридцать три. Тридцать три. Возраст Христов. Мне восемьдесят первый год. Разница есть? Ну конечно есть. Есть. Почему у меня нет апатии к жизни? Я как будто мне тридцать лет. У меня дня не хватает. Ну я вам скажу, что на вашей проповеди я засыпаю. Мне сила дается на вашей проповеди. А отец на ум-то, твой отец он знает, какое твое духовное состояние? Да, он мой исповедник отец. Я ему исповедуюсь. Так, а почему ты не расчесанный, волосы не расчесанные? А, я всегда так ходил. Всегда так ходишь? На худом... Никогда не расчесываешься, да? Никак не расчесываюсь. На расчесывах, когда нужно. Ну ладно, значит... В 4.40 встаете. Теперь, на какой работе вы работаете сейчас? Где работаете? Я не работаю. Я решил, что оставить это. Что оставить? Я крестку рисую. Иисуса Христа. Сейчас я пошел. Надо идти на завод. Сельская местность. Землю обрабатывать. Сады выращивать. Скотину разводить. Вот мы деревню строим православную. У нас одна работа на другую напирает. Успеваем только. Поселенная кончилась. Покос надо. Покос закончился. Покоса уборочная. Мы все работаем. Ну, это правда. Мне нравится это. Я последнюю вещь скажу. Что я вас изучил хорошо. И кто вас обвиняет, у них нет серьезных обвинений. И очень много делается. Я благодарю, что существует. А вот кто обвиняет? Понятно тебе, что они не правы? У них нет серьезных оснований. Но... Твоя мама, Нино, твоя мама Нино, нас обвиняет. Ну, я знаю. А он, это, в грузином городе... А отец твой любит... Отец твой всегда, отец твой Игнатий, отец твой Игнатий. Да. Я когда приехал, он сразу мне представил место в храме. Я говорил проповедь там с перевозчицей. Да, да, я помню это все. Ну, я начну вставаться утром рано. Рано вставать, помолиться, завтракать, если не поститесь. И пойдите на работу, устроитесь на работу где-то. А ничем не занята душа, хорошая кузиса сатаны. Он сатана крутит с человеком, а ленивый, подобен Воловьеву по мету, дерьму. И всякий, кто руку опустит, говорит, отряхнет ее. Ты будешь рано. Какой-то пацан у вас был, это, как его зовут, я забыл, Юра, он тоже у дыни был. Я его слушал. Но вы-то пришли, если сейчас, меня вызвали по телефону, по скайпу, с какой целью? Просто, я вас уважаю, чтобы успокоиться. Тогда, если ты меня уважаешь, слушай, тебя как правильно назвать, Григорий или Георгий? Павел, я по крещению Павел, отец меня крестил Павла. Павел, да? Петро Павловский, брат в Тбилиси. Ну, а тебя как звать? Просто мама назвала, это, Георгий, по паспорту. Ну, а хорошо, ты, когда причащаешься, как называют тебя, Павлом? Да, Павлом, да, причащаюсь Павлом. У меня брат Павел, тоже такой же, как ты. Ну, давай договоримся так. Ты начни сейчас искать себе хорошую работу, чтобы по-мужски поднимать, носить. Работа есть. Игнатий Тихонович, у меня работа полно есть. Просто я это, решил, что оставится ликонописание. Павел, Павел, тебе работа нужна такая, чтобы ты мог работать, таскать, носить, все как надо. А какая-то работа, снять кисточкой возить, это никакая не работа. Да, я решил, что отцу сказать, что на камне продолжил работу, потому что физическая работа приходится. Игнатий Тихонович, а я икону, эту фреску рисовать, чтобы насилия нету. Так, у тебя, у тебя, Павел, какой рост, ростом сколько ты? Метр восемьдесят, я. Метр восемьдесят. Я никогда не боюсь, это, работать, я рабочий человек. Метр восемьдесят, а сколько ты весишь на весах, килограмм? Где-то девяносто пять, вот так. Я точно не знаю. Так вот, тебе нужно сбросить двадцать килограмм весу. Двадцать килограмм весу. Да, это я знаю. Зачем у тебя щеки опухшие, все, что ты такое-то, попустился. Здоровый, крепкий парень, мужчина. Тридцатилетний, это самый сок, а ты в это время сбросить себя, начни пост объяви, молиться, такой у тебя отец-подвижник. Что тебя... У нас тут есть такая лечебница, лечебница в Новосибирске, профессор Пилипенко, называется поркотерапия. Человек приходит, платит деньги со своей простынью, у него такие длинные прутья, раздевается, он его порит шестьдесят ударов, потом через день, там через сколько еще, все уйдет, дури не будет. Это не так дорого стоит. И у тебя такая жажда будет работать. У тебя есть семья, у тебя сколько детей? У меня смысл, здоровый смысл, просто я хотел с вами посоветоваться, что мне делать. Тебе драть, тебе надо сначала, драть. Профессору Пилипенко. Ну, как удавали? Профессор Пилипенко, лечица всего мира, приезжают. И поркотерапии лечили в Германии, еще в средние века царских особ. И так написано, говорит, не жалей розги, чтоб последствия утешаться. Ты видишь, как расслабел, и все, тебя кормить не надо, и драть, и работать. Для раба что, корм палкой? Я согласен. Давай следующий вопрос. Вы согласны с этим, что Монте Пилат, он пророк? Кто? Пилат. Понтий Пилат. Понтий Пилат, пророк, на этот, хаяфа, сказал пророческие слова. А Понтий Пилат, какие слова пророческие были? Какой он пророк? Царь. Я его не считаю, он язычник, трусливый правитель. Это вопрос, не протест. Это просто, я хочу задать вопрос. вопрос. Вот я додаю вопрос. Он печально кончил жертвы. До сегодняшнего дня, на всех распятиях, вот это пророчество. Какое пророчество? А кто его пророком сделал? Сам он себе сделал пророком. Ну, так тогда правителя и Ленина можно и Гитлера святыми назвать. Не, не, это я не могу их назвать. Ну, как же не могу. Просто у меня... Смотри, сейчас икона рисует. Икона рисует. Жалко было. Ну, ты знаешь, что Сталин грузин? Ты это знаешь? Что знаю? Сталин грузин, Джугашвили. Да, я знаю. Он здесь родился, грузин. Он себе расстреливал. А сейчас рисует его икона. Икона, прям в церкви ставят. А в Латвии... Это очень большая... А в Латвии иконы ставят. И нимб вокруг головы Адольфа Гитлера, Алоизовича. Это Игнатий Тиханович. Это фанатизм. Это неправильно. Иконы рисовать. Какой он пророк-то? Порок, а не пророк. А когда вы распятые, смотрите, там же написано. Там нет. У нас написанного нету. Это кто-то выдумал. У нас нигде Понтия и Пилата, кроме как символа веры, не поминается. Это время обозначено, в котором при Понтии и Пилате все, больше ничего нету. А не... Понтия и Пилата напоминается. Да. Что я распонтии Пилата. Верую Господу исповедую. Так, вопрос от объясненный. Значит, вставать рано, найти хорошую, крепкую мужскую работу, землю копать, что угодно делать, чтобы ты потел весь день, чтобы пот шел, и 20 килограмм себя сними. И жена вернется, и все при тебе будет. Нет, жена, она просто, это, кто еще был на два дня, она, это, со мной живет. Она душой будет, она поймет, какой ты будешь красивый. А ты у тебя, видишь, как, как, говорит, вепку физиономия не влазит. Это нехорошо. Написано, от жира выкатили с глаза их, злобно раздышает клевету, без страха уточняют себя. Библия говорит, страха нету. У нас есть такие, 50-60 килограмм лишнего веса. Вот у меня, это, Игнатий Тиханович, у меня страх исчезло, вообще страх. Страх? Вот это. А какой? В общем. Ты, конечно, тебя, на виду чувствуешь. Тебя сатана подведет к тому, что на себя руки наложишь. Это дьявол делает так. Ты, воборот. Да, не саму подведет. Но я не сделаю, я осознаю это, что он хочет погубить. Павел, ты днем ложишься спать? Ну, ночью я ложусь. Да, снотурно. На сон можно сокращать, оставить три часа всего и работать до пота. Это за райское заповедь в поте лица будешь есть хлеб свой. От кисточки водить, да какая же работа-то? Ты возьми телят каких-то выращивая индюков, что угодно, чтобы работать, ходить, зарабатывать. Я вот без работы не могу. Сейчас снегу на... Снег кидаем. Я начну. Физически я хочу. Я начну сначала путешествовать по горам, чтобы я энергию потратил. Не надо по горам. Ты работу найди по горам. Чего ты как козел? Зачем тебе это? А какой козел? Я просто энергию хочу потратить. Горные козлы. Козлы такие есть. Они лазят там где-то, прыгают. Ты тебе зачем? Ты человек. Работать надо. Камни таскай, дроби, продавай. Что угодно делать. Хлеб должен зарабатывать? А ты еще кисточкой ободил? Да, это правильно. Я зарабатываю. У меня нету правой цены. Пилить надо, копать, носить, строить. Люди же везде строят. Но пройди какую-то практику. Камещиком стань хорошим, плотником. Потолки натягивают. Я вам отправлю сейчас свои работы. Я камещик. воскресенье, распятие, все на камне я исполнил. Это церковь, что построили. Я исполнил. К нам приезжал армянин один здесь. Он отца Наума знает вашего отца. И нигде не работает. Тоже ездить, путешествовать надо. И дошел до того, что ничего нету. А живет в Тбилиси. Ну у нас побыли вместе. Вроде бы он маленько жил. Ну что-то я помню, что-то смотрели я там. С бородой был пацан. бородой он. Да, но я вот видел, он говорит, что моего отца знает, но может и знает. Я говорю, у тебя крестика нет на шее. У тебя почему нету? Крестика нету. А, я купался, и потом вот твой крестик. Нет, его никогда нельзя снимать, никогда. Во время купания тоже? Конечно. Ты во время купания умереть можешь. Надень его никогда не снимай. Какой же ты православный без креста. Библию читай, молись, но я вижу. Так, видишь, какой он тебя на круче. Надо ровно, чтобы крест был. Ну ладно. Вопросы какие еще есть? Четки. О, четки. Сколько у тебя бусинок? Сколько? Это что вы спросили? Вот эти бусинки. сочетки. У меня полно четки. Смотри. Ну-ка покажи, я сам сосчитаю. Так у тебя большие четки. Сотни, наверное. Давай, молись. Много, много четки. Просто что вас интересует? Меня интересует то, почему они у тебя висят, а не используешь их. Ты должен кланяться за каждую бусинку. одну опять и вернись. перед змеей должен молиться. Я только молюсь перед Богом. Тихо. Ты земные поклоны делай по тысячу поклонов в день-то. И тебя будет жажда другая. Сатана к тебе совсем зашел, живет. Квартиру нашел. А зачем для тебя сатана? Это враг. Это враг. Я не боюсь. Как не боюсь? Я не уважаю как сатану и вообще то для меня не существует. Просто по истории по членге и всего. Больше ничего. Земными поклонами разбивай замыслы дьявола. Дьявол не любит, когда молятся люди. Ты сколько раз в день молишься? Сколько раз? Где-то 30-40 раз во время сна. Но перед сном поклоны 30-40 только делаешь. А вот по 100 поклонов надо не меньше 7 раз в день. Будет 700. 700 поклонов. Да утром вечером еще 200. 900 поклонов в день. Да земные поклоны делай, чтобы голова, руки, колени косились пола. И распрямись. От тебя эта дурь-то начнет слазить. Я пойду в горы и там буду устану. Если у тебя вино есть где, разбей все бутылки, выкини все. В руки не бери больше. Зачем тебе это нужно? Человек пьяным мотается добровольное умопомешательство. Гиппократом усвоено. Ну сейчас у меня вино нету, но я могу достать. Если вы хотите, я пришлю вину. Не надо, я в рот не беру. Я тебе говорю, в рот не беру, а он мне пришлет. Сам не избавился, до второго пьяницу сделаешь. Что ты думаешь об этом? Я говорил для причастия, что вы сгибаетесь. Ну причастие какое? Какое тебе причастие, когда ты не работаешь и пьешь? Я могу прислать, просто предложил. Не надо мне даром даже могу прислать. Я могу тебе розги прислать, чтобы тебя кто-то отодрал как следует. А у вас там казаки, есть казаки, есть у вас казаки? Кто такие казаки вообще? Не знаешь даже, значит ты их на гайку не пробовал. У край казаки на донске на те реки там разные есть. Они чучу, они у них такая маленькая бич такой плетка называется нагайка и они этой нагайкой дерут человека очень здорово помогают. Ты знаешь кто такие грузины? Знаю. Это ты знаешь. Ты знаешь когда киргизм приехал Теншанский он сказал народ мелкий ленивый и вороватый. А грузин очень кто ворует плохо ведет себя это не грузин настоящий грузин это честный самый православный человек у вас плохое мнение насчет грузинов. а то есть воры в законе тоже есть грузины и все но настоящий грузин это не плохой человек вот я сказал что хорошо Павел ты настоящий грузин ты настоящий грузин я полуеврей полу грузин да я это все делаю чтобы гордились мои седра даже расчесать ты не можешь что такое давай перейдем насчет монахов что у авадара есть такой момент что зачем слушаться надо авад потому что ПС одно и то же это предложил что я сказал что вот это будет Павел давай договоримся пока ты не будешь работать больше мне не звони позвонишь сразу скажи работу нашел мужская работа я работаю ну да да ну работать ну хорошо начну на земле тогда я помолюсь сегодня о вас я помолюсь о вас господин поможет вам капаться начну моего отца в огороде сейчас становись молиться земными поклонами тысячу поклонов сделаем землю растребить тербуху то свою зловонную так все пока Павел до свидания пока да спасибо за внимание я позвоню вам когда я начну работать не хочу первую зарплату получите на хорошей работе тогда позвоните и десятину плати для дела божия десятую счастье отдавать в церковь зачем для вас деньги это проблема у нас не проблема все пока давай давай проспись и иди на работу сегодня же до свидания